По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Противник безуспешно пытался атаковать на Лиманском, Бахмутском, Новопавловском, Марьинском направлениях. Но по-прежнему наиболее напряженная ситуация на Авдеевском направлении. Там украинские военные отбили около 20 атак противника. Как отмечают военные эксперты из Авдеевки, Купенская российская пропаганда пытается сделать своеобразные Берлины, Нью-Йорк и Лондоны, рисуя на картах красные линии уже до реальных Берлина, Нью-Йорка и Лондона. Однако все эти планы разбиваются об украинскую защиту. Ну вот на пути к Берлину, Лондону и Нью-Йорку, соответственно, стала Авдеевка с одной стороны, а на севере стал Купенская. Но эти планы очень жестко корректируются, иногда с результатом, да наоборот, корректируются украинцами. И поэтому понятно, что они могут рисовать сколько угодно. На взятие Донецкой и Луганской области. Но эти планы, я напомню, вместе с Киевом за три дня и Украиной за две недели, эти планы просто жесточайшая фиаско потерпели. По данным Генштаба ВСУ, украинские военные отразили атаки россиян в районе западнее Новопокровки Запорожской области, а также на Херсонском направлении. Продолжают наносить авиаудары и совершать артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской и Николаевской областей. Армия Российской Федерации пытается вытеснить украинские подразделения из занятых плацдармов на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. Эксперты отмечают, что с участившимися атаками возросло и число российских военных, которые сдаются в плен вооруженным силам Украины. С ростом интенсивности столкновений в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск Таврия увеличивается и количество российских пленных. Так, за последнюю неделю украинские военные взяли в плен 25 оккупантов. Половину из них за минувшие сутки на Запорожском направлении. Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, в Телеграм. Во время очередной атаки россиян в Николаевской области бойцы сил противовоздушной обороны Украины сбили российский БПЛА. Отслеживать подобные цели в украинском небе бойцам ВСУ помогают и мобильные радиолокационные комплексы. Можем засечь барражирующий боеприпас, беспилотный летательный аппарат. В случае обнаружения такого мы открываем огонь на поражение. Если эта цель находится в зоне нашего поражения, всеми имеющимися у нас силами и средствами. Если цель не в зоне поражения и мы не можем ввести эффективный огонь, чтобы ее уничтожить, мы передаем информацию об этой цели соседним группам. Каждый день украинские воины превращают российскую технику в тонны металлолома. Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, только за последнюю неделю было ликвидировано техники на десятки миллионов долларов. Это танки, бронетранспортеры, боевые бронемашины, склады боеприпасов. Кроме того, была уничтожена огнеметная система залпового огня «Санцепек», которое россияне считают самым страшным оружием. Как сообщили в Генштабе ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия уже потеряла почти 396 тысяч своих военных. Украинские силы обороны только за минувшие сутки уничтожили 790 российских оккупантов, а также 10 российских танков, 21 боевую бронированную машину, 6 артиллерийских систем и 45 беспилотников оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету. К тому же войска РФ лишились 8 единиц авто и спецтехники.